Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Лучи» и я его ведущий Тимур Акмаев. Сегодня в программе мы расскажем о нововведении налоговой системы ЛНР, о предупреждениях МЧС и о многом интересном. В Красноульской санэпидемстанции проинформировали о статистике инфекционных заболеваний за 10-ю неделю 2022 года. Об этом говорится на сайте городской администрации. По подсчетам врачей, заболевших у РВИ насчитывается 233 человек, из которых 23 ребенка. Это на 40,5% ниже эпид-порока. Коронавирусом на этой неделе заболело 57 человек, в том числе четверо детей. По сравнению с данными прошлой недели, COVID-19 идет на спад. Глава города Красноуль Сергей Рыбальченко поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Марию Кабаненко. Об этом сообщили на сайте администрации. Глава города сказал имениннице много добрых и теплых слов и пожелал здоровья, жизненных сил и благополучия, а также выразил глубокую признательность и благодарность за верное служение чизне, за доблестный и благодарственный труд. После этих слов Сергей Рыбальченко подарил виновнице торжества цветы и подарок. 10 марта пресс-секретарь Государственного комитета налогов и сборов Галина Волкова сообщила, работодатели освобождены от уплаты единого взноса на общеобразовательно-социальное страхование при выплате заработной платы наемным работникам за март. Об этом сообщает сайт ЛИС. На брифинге было сказано, это постановление действует на все предприятия, кроме бюджетных. Помимо этого, трудовой стаж за этот период времени будет засчитан. Кроме того, пресс-секретарь Госкомитета налогов и сборов проинформировала о том, что правительство отсрочило до 1 мая уплату налогов, сборов и штрафов за февраль и март. Уплатить их необходимо не позднее 1 мая этого года. Также Галина Волкова сообщила, с 1 апреля все субъекты бизнеса имеют право применять ставку единого социального взноса в размере 15%. Зима прошла, но на улице до сих пор лежит снег и погода очень морозная. В такие дни, если не беречь себя, можно получить обморожение. Красноурский ГПСЛ МЧС ЛНР напоминает, как оградить себя и своих близких от этой опасности. С начала 2022 года в Красном Луче зафиксировано более 20 случаев обморожения и переохлаждения. В основном, такая участь преследует людей, которые ходят по улицам в морозную погоду, в нетрезвом состоянии. Стойкое расширение сосудов при алкогольном опьянении приводит к быстрой отдаче тепла, вследствие низких температур, особенно в сочетании с сильным ветром и влажным воздухом. Также обморожению способствуют неподходящие одежда и обувь, длительное нахождение на улице в ненастную погоду, плохое самочувствие, вирусные заболевания и все, что ослабляет сопротивляемость организма к холоду. Чтобы не стать жертвой низких температур, необходимо соблюдать элементарные правила предосторожности. Следите за прогнозом погоды и одевайте подходящую одежду и обувь. Лучше всего из натуральных материалов, они дольше сохраняют тепло. Зимние вещи должны быть непромокаемыми, а также свободными, чтобы не нарушать циркуляцию крови в организме. Не выходите на улицу в мороз на голодный желудок. Вам требуется большое количество энергии, чтобы побороть холод. Не выходите в холодную погоду без варежек, шапки и шарфа. Не пейте спиртные напитки перед выходом на морозную улицу, так как у вас будет отсутствовать внимание на признаки обморожения. Не курите на морозе. Курение уменьшает циркуляцию крови, делая конечности более уязвимыми. Как только вы почувствовали замерзание, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место, чтобы согреться. Прячьтесь от ветра. Вероятность обморожения на ветру значительно выше. При оказании помощи пострадавшим от переохлаждения, категорически запрещается растирание снегом, резкое погружение в горячую воду, употребление спиртных напитков. Человека нужно доставить в теплое помещение, дать горячее питье, приложить на пораженную участок кожи повязку из чистой сухой ткани, как можно скорее отвезти в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь. ГПСО МЧС ЛНР предупреждает. Самолечение или пущенное на самотек обморожение может привести к серьезным осложнениям и ампутации конечностей. Берегите себя и своих близких. Новости телеканала Луч. Подошла к завершению рабочей недели. Отвлекитесь от грустных мыслей и потока информации. Вместе с нашим каналом мы подготовили для вас интересные фильмы, увлекательные мини-сериалы, а также популярную во все времена советскую киноклассику. Об этом подробнее и далее. В выходные на телеканале Луч смотрите очередные серии полюбившихся сериалов «Родители», «Последний из Магикян», «Мама чемпионов», «Супер Макс» и не пропустите первые серии комедийного сериала «Сеня Федя». Два друга, знакомые нам по сериалу «Кухня» решают открыть собственный бизнес. Закусочную на колесах. Что из этого получилось, вы сможете увидеть уже в это воскресенье. Смотрите первую и вторую серию в 14.10 на телеканале Луч. Раньше на кухне мы были никем, работали на дядю и просто убегали от ответственности за свою жизнь. Но мы решили исправиться. Теперь у нас свой футтрак, и теперь мы можем уезжать от ответственности. С ветерком, из кухни в придачу и быть никем, но на свежем воздухе. В субботний полдень на ваших экранах российская музыкальная мелодрама «Лед». Фильм рассказывает о фигуристке Наде Лапшиной, которая получила серьезную травму из-за ошибки партнера. О ее отношениях с хоккеистом Гориным, любовь к которому поможет девушке преодолеть себя. В главных ролях Аглая Тарасова и Александр Петров. Поправишься? Лучше, если я никогда не встану. Да ты просто за жизнь не борешься. В 15.00 предлагаем вашему вниманию советский художественный фильм «Выйти замуж за капитана» с Верой Глаголевой и Виктором Проскурином в главных ролях. Это история отношений двух совершенно непохожих людей. У вас будет возможность проследить, как неприязнь переходит в заинтересованность, а симпатия незаметно становится любовью. Сумеют ли герои преодолеть разногласия и найти свое счастье? Смотрите на нашем канале. Должен вас предупредить, что пока вы охраняете границу, к ней ходят мужики. Я тебя сейчас ущипну. Сашуля, ты поможешь мне донести аппаратуру? Да, да. Спасибо. В вечернем эфире мелодраматический мини-сериал «Тени старого шкафа». Главная героиня, преподаватель английского Ксения, оказывается в сложной жизненной ситуации. Ей за короткий срок нужно заработать крупную сумму, чтобы спасти попавшего в неприятности брата. Девушка находит высокооплачиваемую работу гувернантки, но оказавшись в доме богатого бизнесмена, попадает в тяжелую атмосферу. Хозяин кажется сухим и замкнутым. Негатив излучают и другие обитатели дома. Понадобится время и испытание, прежде чем Ксения поймет, что холодность бизнесмена только маска, а за ней прячется ранимость и нежность. Глафира пропала, нет нигде, ты слышишь? Нету ее! На этой камере тоже нет. Глафира из дома не выходила, но она где-то тут. В воскресный полдень предлагаем вам понаблюдать за перипетиями судьбы врача Владимира Устинова и геолога Варвары Степановой. Война жестоко вмешивается в жизни героев и еще больше напутает в их и без того хрупких отношениях. Но после долгой разлуки влюбленные встретятся во фронтовом госпитале. В главных ролях художественного фильма «Дорогой мой человек» популярны советские актеры Инна Макарова и Алексей Баталов. Ваше представление о счастье. А что бы вы ответили Степанову, Варвара? Ну? Взаимная любовь. Нашла. Нашла. В воскресенье в 15.00 приглашаем к экранам юных зрителей на премьерный показ мультфильма «Ледниковый период. Приключения Бака». Хотя эта картина не оставит равнодушными и взрослых поклонников саги о похождениях мамонта, ленивца и саблезубого тигра. В этой части главными героями станут братья-опоссумы Крэш и Эдди, их приятель Ласка Бак. Это мультфильм о путешествии в затерянные земли, опасностях и испытаниях, силе и дружбе. Свобода боссумам! В преддверии рабочей недели можно отдохнуть и расслабиться, посмотрев романтичную и добрую мелодраму с элементами комедии. Российский мини-сериал «Сокровище» – это история москвички Нине. Она целиком и полностью сосредоточена на карьерном росте, тем более, что ей светит в ближайшее время повышение в должности. Рассчитывая на это, Нина приобретает в ипотеку квартиру, ведь она так давно мечтала о собственном жилье. Что из этого получилось, узнаете воскресным вечером, включив «Телька на луч». В 22.30 на ваших экранах триллер – художественный фильм 2019 года выпуска «Туннель опасна для жизни». Действия разворачиваются в заснеженных горах Норвегии. Через них пролегает 9-километровый туннель, служащий коротким и безопасным путем для жителей. Но в один момент он становится смертельной ловушкой. Сотни машин, тысячи людей оказались в плену между снежной бурей и бушующим пламенем. Им осталось надеяться только на себя. Оставайтесь с телеканалом «Луч» и приятного просмотра. На этом я с вами прощаюсь. В студии для вас работал Тимр Акмаев. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин